Добрый день! Приветствую вас с детского стадиона в городе Нальчике. Сегодня замечательное субботнее утро, еще не день. У нас 6 августа на календаре, и мы предвосхищаем матч 12-го тура ЮФЛ-ЮГ между командами футбольная школа Нальчик и командой Динамо, представляющий Академию Динамо имени Льва Яшина. Филиал находится в городе Махачкала. И у нас в студии замечательный гость, легенда Нальчикского Спартака, не побоюсь этого слова. Ну и сейчас это президент Олимпийского совета Кабардино-Балкарской республики Александр Станиславович Зарусский. Александр, я вас приветствую, вы человек футбольный. По-моему, ни одно важнейшее событие футбольное в нашей республике без вашего участия, ну, по крайней мере, в качестве зрителя, не обходится. Добрый день, как настроение? Что ждете от сегодняшней игры? Да, доброе утро, добрый день. Что ждем? Хорошего футбола ждем, хорошее поле, погода идеальная. Что еще надо сделать для наших деток? Пусть играют, надеюсь победить сильнейший. Будем болеть за нашу, конечно, команду, а там как пойдет попадание. Можете поделиться своими впечатлениями об этом турнире? Насколько он, скажем так, отличается от того, что было до этого на юношеском уровне? И, ну, может быть, какие-то наблюдения уже свои собственные имеете на этот счет? Ну, по уровню организации видно, что в этом году Российский Футбольный Союз поднял этот уровень на другой шаг. Поэтому это и деток не надисциплинирует, и организаторов дисциплинирует, чтобы организовать все правильно. Те же поляки, на которых они играют, в другом городе сейчас, в последние годы у нас и сами поляк стелятся, и стадионы, и совки строятся. Поэтому на таком хорошем поле, в хорошей организации для наших детей нам приятнее играть и участвовать в этом соревновании. Ну, у нас сегодня не один гость, а целых два гостя. Я с радостью приглашаю в нашу импровизированную студию заместитель генерального директора ООО «Газпром» газораспределения города Нальчика Анзор Мурзебекович Тутуков. Анзор Мурзебекович, понимаем, работа у вас, которая требует всегда не вашего участия и в днем, и ночью. Но мы знаем, что «Газпром» является главным, вот мы даже видим на арке, одним из титульных спонсоров юношеской футбольной лиги. И расскажите, вот как представитель компании, спонсирующей данное мероприятие, чем является этот проект? То есть это просто, ну, как бы вложение на будущее, или же тут нечто большее заложено? Добрый день, я приветствую всех, кто находится в студии, зрителей. Ну, от «ПАО «Газпром», как известно, является титульным главным спонсором. И я думаю, это принесет свои плоды, и вот на этих полях мы увидим новых, мы уже видим новых звездочек. Я думаю, они вырастут до профессионального уровня, будут радовать, как и нашу республику, так и в целом по России. Что ж, сегодня нас ждет матч, скажем так, где есть определенный лидер, это команда «Фаворит», да, это команда «Динамо» «Махачкала», и есть команда, скажем, на которую меньше сегодня, в которую меньше верят, это представители футбольной школы «Нальчик». Вот вы, как футбольный человек, наверное, в вашей карьере подобные матчи случались, когда приходилось не в статусе «Фаворита» выходить на поле. Вот что посоветовали бы ребятам? Шанс же по-любому есть всегда. Ну, есть же поговорка, не боги горшки отридают, да, поэтому все в ногах, в головах наших ребят, поэтому бывают ситуации разные, если они будут настроены и уверены в себе, то можно любого «Фаворита» обыграть. Например, из любого уровня в чемпионатах мира, там, в лиге чемпионов, когда бывают команды, это было тяжело, что слабее обыгрывать все время. То есть, все в головах, в ногах наших ребят. Анзор, ну, вот ваши ожидания от этой игры. Понятно, что будет тяжело в футбольной школе «Нальчик», но в чем, видите, главное, ну, скажем так, на что стоит больше всего сделать, скажем, ставку сегодня, и ради того, чтобы добиться положительного результата. Ну, безусловно, как выпускник этой школы, я пришел, да, в голову, я 40 лет назад поступил в эту школу, уже столько лет, болею, переживаю, поэтому я верю, что победит «Нальчик». Как уважаемый Александр Завусский сказал, порядок бьет класс. Я думаю, мы начинаем при счете 0-0, и верю в победу, что наши ребята сегодня принесут нам очки. Что ж, ну, у нас традиционно есть в конце нашей студии время прогнозов, но я перед этим хочу еще от лица футбольной школы «Нальчик» поздравить одного из сотрудников юношеской футбольной лиги «Юг» Максима Мыльникова, у которого в эти выходные свадьба. С самых наилучших пожеланий, и дай бог, чтобы образовалась действительно крепкая и надежная ячейка общества. В общем, долгих лет жизни и просветания в вашей семье, Максим. Прогноз все-таки. Вот если одно дело, мы болеем, переживаем, все понятно, но прогноз это дело более, скажем так, от специалистов. То есть вы можете болеть за одну команду, но прогноз сделать, скажем, ну, «Динамо» все равно победит, условно говоря. В общем, ваши прогнозы. Можно на счет не делать прогноз, можно просто сказать, ожидая большое количество голов. Или что-то в этом. Александр, давайте, наверное, с вас начнем. Пусть победит дружба. Отлично. И много мячейку забит, а все зрители будут. Шикарный прогноз. И мы благодарим, кстати, нашего партнера, компанию «Бабугент Аква» за предоставление замечательной, вкуснейшей воды, еще и с нашим логотипом, просто фантастика. Анзор, ваш прогноз. По одиннальчику играть. По одиннальчику играть. Что ж, зафиксировали. Нам остается позвать вас просто уже посмотреть этот матч. Там будет много интересного. UFL всегда дарит море эмоций, много забитых мячей. И скучно не бывает ни на одной игре. Так что давайте увидимся уже непосредственно на матче. Ну, а Александра и Анзора отправляем смотреть с удовольствием эту игру непосредственно в качестве зрителей. Под новеньким, замечательным навесом на одной из трибун детского стадиона, о котором отдельно тоже смотрите информацию на нашем канале.